Сегодня вся отечественная пресса, как и общество в целом, мобилизует силы на борьбу с наркотиками, особенно такими новомодными, как спайс, которые в прямом смысле слова убийственно действуют на молодой неокрепший организм. Иногда остановить подростка бывает уже слишком поздно. Поэтому стоит помнить о том, что первый шаг к страшной зависимости начинается у детей и подростков с первой выкуренной сигаретой. Табакокурение влияет на все функции органы нашего организма. В первую очередь влияет на сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную систему. Некодин, содержащийся в табаке, отрицательно влияет на нервную систему. Он вызывает ухудшение памяти, снижение работоспособности, а также появление бессонницы. Конечно, дети и подростки пока не задумываются о том, как скажется курение на будущем потомстве. Но мы, взрослые, должны объяснить им это. Табакокурение отрицательно влияет на половую функцию как мужчин, так и женщин. На женщину особо пагубно влияет никотин, так как по статистике около 20-30 заболеваний, связанных с невынашиванием беременности, преждевременными выкидышами, связано как раз с курением матерей. Страдают дети и от пассивного курения. Если оба родителя курят, у ребенка повышается риск развития заболеваний органов дыхания и аллергии. Иногда сигарета становится первым шагом на пути к еще более страшной зависимости. Если наши дети или взрослые курят, употребляют табачные изделия, это еще не значит, что они не будут употреблять наркотики. Наркотики – это самая опасная вещь в нашем мире, так как наркотики действуют в первую очередь на мозг нашего организма, а в мозгу нет болевых рецепторов. Поэтому организм в первую очередь получает эйфорию и не может остановиться. Отвратить ребенка, подростка от наркотиков в 100 крат сложнее. Иногда беда становится просто непоправимой. Если ребенок начинает курить табачные изделия, это значит, что вскоре он может попробовать и наркотические препараты более сильно. А именно, в наше время самое распространенное – это спайс. Страшнее употребления наркотиков в наше время уже нет, так как при употреблении спайса, как показывает данная статистика, даже однократное может привести к тяжелым физическим и умственным нарушениям. Если родители задумаются о том, какая страшная беда может грозить их ребенку, они должны в первую очередь подать личный пример здорового образа жизни, быть более внимательным к поведению ребенка и суметь вовремя скорректировать его. Родители должны внимательно смотреть за своими детьми. Так как от курящих детей будет появляться запах табачного дыма, у них будут желтеть зубы, запах от волос, одежда, они будут скрытыми детьми становиться. В первых же признаках родители должны серьезно поговорить со своими детьми. Если они не могут справиться сами, то обратиться при помощи психологов. Продолжение следует...